Будьте здоровы! Что такое поезд здоровья и как можно с кайфом проводить зиму? Великий и ужасный ковид, что изменилось на этой неделе? К новым победам! Кто из спортсменов республики выступит на Паралимпиаде в Пекине? Где найти топовые подкрадули, которыми обзавидуются все ваши друзья? Всем привет! В студии Варвары Горкуновой. Сегодня мы поговорим просто о самом главном формате НЕ Новости. Погнали! 26 февраля прошло студенческое мероприятие Казанского федерального университета «Поезд здоровья». Туда отправился и наш корреспондент. Как провели последние дни зимы, расскажет Валерия Фридрих. Минувшие выходные выдались для студентов из снимка особенно приятными, ведь появилась отличная возможность немного отвлечься от учебы и принять участие в традиционном спортивно-оздоровительном выезде на природу. Местом проведения выбрали астрономическую обсерваторию имени Энгельгарта. По прибытии участникам провели водный инструктаж и ознакомили их с основными объектами на территории. Далее на специально обустроенной базе все желающие подобрали себе необходимое оборудование и отправились на лыжную прогулку по обсерватории. В этом году на участие в заезде вызвались более тысячи студентов со всех институтов, а это на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Полтора часа снежных развлечений пролетели быстро, но мероприятие на этом не заканчивалось, ведь после прогулки всем ждал горячий чай с булочками и круассанами. Приятные разговоры делали атмосферу только душевнее, а новые знакомства укрепляли коллективный дух. Уставшие, но довольные участники поделились своими эмоциями и впечатлениями о проведенном времени. Мне сегодня все очень понравилось. Слежи в воздух, лазили по сугробам, так что все было отлично. В следующем году я обязательно пойду на мероприятие поезд здоровья, чтобы еще раз отдохнуть от суеты городской. Мне очень сильно понравилось сегодня, было очень весело, интересно, классно провела время. Поезд здоровья проходит еженедельно по субботам и воскресеньям. Завершит свой рейс для оставшихся институтов 20 марта. Валерия Фридрих, Диана Атаева, Неновости. Больше не слэмимся. Запрет на проведение массовых мероприятий в Татарстане вступил в силу с 28 февраля. За нарушение режима можно влететь на 50 тысяч рублей. Напомним, что неделю назад в Татарстане отменили необходимость предъявления QR-кодов в транспорте и торговых центрах. Однако, в связи с новыми ограничениями, лучше остаться дома и устроить Netflix and Chill. Весна вступила в свои права, значит пора обновлять гардероб. Секонд-хенд шмоточный открыл свои двери для нашего корреспондента Вероники Тумановой. Счастливчики те, кому в ленте ТикТока попала шмоточная. Секонд-хенд винтажной одежды. Ведь найти бюджетные и стильные вещи – задача номер один для всех студентов в преддверии весны. Совсем рядом с филологическим корпусом КФУ находится заветное место. Лестница, которая ведет прямиком к стилю. Особое и трепетное отношение к каждой вещи – кредо шмоточной. Все до одной отобраны очень тщательно и точно прослужат вам долго. Я Настя, я открыла шмоточную вместе с сестрой шесть лет назад. Мы просто у нас был онлайн-магазин. Ну, было мало покупателей, очень мало. И мы участвовали во всех маркетах и так далее. Вот, и потом мы открылись на Кремлевской, потом переехали сюда, Татарстан-2. Что носить этой весной? Так, сейчас я вам покажу. Ну, вообще, брюки не облегающие, заниженная посадка, сейчас очень модно, широкий клёш. Футболки оверсайз мужского плана, пиджаки мужского плана. Вероника Туманова, Диана Атаева, Неновости. Далее о погоде Полина Якубова. И пускай капает, капает с неба. Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я ни был. Именно этой строчкой из песни популярного исполнителя Тима Белорусских можно ознаменовать приход нового сезона в республику. Первый день весны порадовал нас ярким солнышком. Однако уикенд обещает быть прохладным. Столбик термометра опустится до минус 15 градусов, а скорость ветра составит 8 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Так что не спешите делать подвороты и снимать зимние шапки. Еще успеется. Субтитры создавал DimaTorzok